В зале практически нет свободных мест. На встречу с российскими космонавтами пришли студенты колледжей, воспитанники кадетского корпуса, школьники. Кроме вопросов о работе, хобби и выборе профессий, большой интерес слушателей вызвал стратосферный прыжок. Команда смельчаков планирует десантироваться на северный полюс с высоты 10 тысяч метров. Мне интересно, кто был сначала инициатором этого прыжка, который мы сейчас пользуемся. Во главе летчик-космонавт, герой России Михаил Корниенко. Он и стал инициатором прыжка. Также вместе с ним к рекорду готовится летчик-инструктор Александр Лынник и инженер космической и стратосферной техники Денис Ефремов. Температура минус 55 при покидании самолета. Скорости высокие падения. Свободное падение более двух минут. Вот. Естественно, воздух разрешенный. Разреженные проблемы на начальном периоде со стабилизацией. Мы будем прыгать без стабилизирующих парашютов. Это как бы наша изюминка нашего проекта. С высоты 10 тысяч метров парашютисты уже прыгали. Новым вызовом станет приземление самой северной точки планеты. В идеале, при хорошей видимости, мы должны увидеть станцию. А парашют у нас позволяет прийти в точку. Это крыло. Да, он 10 метров по горизонту идет. Парашют. Ну, если, конечно, не будет сильного ветра. Там много всяких «но» существует. Неправильные расчеты, попадание в ледяную трещину или встреча с белыми медведями – рисков много. Поэтому подготовка у будущих рекордсменов тщательная. В течение полугода они проходили тренировки в барокамере, аэротрубе и тестовые прыжки. Очень надеемся, что это все-таки, в отличие от полета в космос, здесь не понадобится восстанавливать организм, если все пойдет штатно. То есть, если приземление будет мягким, контролируемым, то есть, по плану все должно быть без последующей восстановки. Высотный прыжок с парашютом из стратосферы запланирован на начало апреля. После приземления на ледовую базу «Борнео» команда установит новый мировой рекорд.